Дуже дякую за ваши порады, эфиры, что делаете своими знаниями. Скажите, будь ласка, какая ваша думка про видливание негатива воском дякую? Смотрите, когда человек отливает негативом воск, то он подходит близко к человеку. Там находится энергетическая структура, она называется аура. Аура, она очень реагирует на огонь. Но, когда у человека появляется неприятность? Неприятность может появиться, когда человек, допустим, проснулся, и такое ощущение, как будто кто-то разговаривает с ним, знаете, там бурчит кто-то. У человека может быть ощущение такое, как будто он утро началось, а он и мира не видит, его беспокоит что-то. Что тебя беспокоит, я не знаю, не могу с этим справиться, что-то беспокоит. Это, скорее всего, на ауре что-то ползает. То есть вот эти компоненты, которые ползают, это могут называться они включениями. Они имеют разную форму, такие люди, как я, эту форму видят. Если это слизь, то это наркомания, и если это слизь прозрачная, это наркомания, алкоголизм. Если слизь более в низком таком состоянии, как бы белая такая слизь, то это сексуальная омраченность у человека. Если там вместо половых органов грозди с виноградом, такие висят, красные, фиолетовые, то это говорит о том, что человек очень незабочен, знаете, в случае, если у человека бородавки там на уровне головы и так далее. Это говорит о том, что у человека психическое заболевание, ну и так далее. Там много всего можно о человеке рассказать. И это все можно сжечь свечой. Можно сжечь свечой. Читая молитву, допустим, крест-накрест, особенно возле груди, можно сжечь. Но очень часто можно не только сжечь, а можно еще такие дырочки сделать, которые приведут к неприятностям. Поэтому, ну, скорее всего, я бы вам хотел сказать, что, скорее всего, в случае, если у человека тяжелое психическое заболевание, или у человека очень большая неприятность жизни, которая связана с долгами, где он должен деньги, или там у человека там не получается завести товар, отвезти, я бы не использовал такие методы. Они не улучшат состояние, а ухудшат. Я проводил в свое время еще исследования. И оказалось, что да, в действительности, у людей, с которыми работают, выливают воском, в дальнейшем появляются неприятности, как правило, связанные с финансами. Поэтому аккуратнее. Но ваше дело. Вы понимаете, вы хотите, чтобы я сказал, хорошо это или нет. Я могу только свое мнение сказать. Мое мнение не особо. А там ваше мнение, ну, почему я решил сказать. Ну, я считаю себя экспертом, у меня есть опыт, я провожу исследования этого всего, общаюсь с большим количеством людей, которые с этим связаны. Ну, и у меня формируется свое собственное видение. Если оно отличается от вашего, извините, имею ли я право вообще говорить о том, что... Почему я вообще имею право говорить о чем-либо? Я это имею право, потому что я считаю себя очень счастливым. Прямо очень счастливым человеком. Я обожаю жену, не хожу налево. Я обожаю детей. Дети обожают меня. Я верю, что все силы, которые живут вокруг меня, они созданы и создают мир такой, который меня обожает. У меня успех в бизнесе, у меня успех в этой стране, в другой стране, у меня успех, успех. Я делаю шаг и пять шагов вперед. Я умен, богат, здоров, красив, победил заболевания онкологии. И, в общем-то, побеждаю все волны, которые создаются даже сейчас и которые в дальнейшем будут создаваться. Почему? Эзотерика, друзья мои. Эзотерика управляет миром. Тот человек, который находится на коне эзотерики и управляет таким конем, очень счастлив. Поэтому обучайтесь у меня для того, чтобы быть такими же счастливыми, как я.